МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Врач-анестезиолог частично признала свою вину в смерти полуторагодовалого Семена Арзамасцева. В Казбикбийском районном суде продолжаются слушания по этому резонансному уголовному делу. Глава государства Нурсултан Назарбаев озабочен экологической ситуацией в городе Цимиртау. Об этом и о многом другом шла речь на встрече президента с Акимом Карагандинской области Ирланом Кушановым. Писатель Серик Сагантаев встретился с творческой молодежью Караганды. Участники встречи обсудили проблемы современной литературы и пути их решения. Врач-анестезиолог частично признала свою вину в смерти полуторагодовалого Семена Арзамасцева, который скончался в феврале прошлого года в одной из стоматологических клиник Караганды. В Казбикбийском районном суде продолжаются слушания по этому резонансному уголовному делу. Это та самая стоматологическая клиника, в которой 22 февраля прошлого года полуторагодовалому Семену Арзамасову сделали роковой укол анестетика. Через несколько минут после укола медики обнаружили, что состояние здоровья ребенка ухудшилось. Они приступили к реанимации. Каретой скорой помощи маленького Семена доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, в реанимационном отделении мальчик скончался. Он похоронен в России, в Омской области. Вот прокурор зачитал обвинение. Вам понятна сущность обвинения? Да. Желаете ли вы сообщить суду свое отношение к обвинению? Вину признаете или нет? Расследование этого резонансного дела продолжалось около года. Сегодня проходит заседание суда. На скамье подсудимых – врач-анестезиолог. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а также в том, что использовала незарегистрированные лекарственные средства. Заранее самостоятельно, не ставя в известность руководства клиники и врача-стоматолога Васильичка, приготовила 4 шприца с лекарственными препаратами, среди которых имелись незаконно приобретенные, но унывые, нелицензированные медицинские препараты «Калипсор» и «Блюзимпам», не находившиеся на балансе клиники, запрещенные к применению по возрасту детям до 3 лет. Первый шприц был «Калипсор», второй шприц «Антропин», третий шприц «Блюзимпам», четвертый – «Проход». По версии следствия, уже через несколько минут состояние здоровья мальчика ухудшилось. Врач ввела дополнительные лекарства, которые стабилизировали состояние. Несмотря на проявившиеся осложнения, при проведении анестезиологического пособия, которое квалифицируется как критическое анестезиологическое происшествие, врач-аннестезиолог, проявив преступную самонадежность и решив, что медицинскую помощь пациенту окажет без причинения, не обредя здоровью, неоднократно отрисяли к своим обязанностям, не прекратила анестезию, не ввела пациента из наркотического сна, не провела кардиореспирацию, поддержку до полной стабилизации жизненно важных функций организма пациента от УЗА массового самостояния, не прислушиваясь к мнению коллег, сомневавшуюся необходимостью продолжения лечения, убедив их в том, проявившиеся осложнения у Арзамасова незначительны, разрешила врачу-стоматологу Василечко продолжить стоматологическое лечение. В ходе заседания защитники обвиняемой заявили ряд ходатайств и поставили под сомнение заключение экспертов. Судя Арган Кутышев оставил ходатайства открытыми, поскольку слушания только начались. Стоит отметить, что подсудимая, до этого отрицавшая свою вину, частично ее признала. Врач заявила, что мама ребенка сообщила ей о наличии аллергии, но пищевой аллергии, об аллергии на лекарства, по всей видимости, не знал никто. На сегодняшний день не делаются пробы кожные, тем более ни на какой препарат из наркозного ряда. В аннотациях к препаратам нету нигде сказано, чтобы делать кожные пробы или вообще пробы на препараты. Это не только в Казахстане, это во всем мире. И в мои обязанности не входило проводить то, чего вообще не обязан никто в мире делать. Анестезиолог, гинеколог, хирург не должен делать пробы на живом организме. Если делаются пробы, то только в одном случае, если есть лекарственная гиперчувствительность. В этом случае, я согласна, необходимо было бы посылать. Но мама не указывала. Ее не было. Судебные заседания только начались. Мы будем держать вас в курсе событий. Между тем, дело о смерти второго ребенка, 13-летней женцей Омаровой из Жасказгана, еще находится в производстве следователя и пока не передано в суд. Адвокат семьи Омаровой ходатайствовал об объединении двух дел в одно, однако суд счел это нецелесообразным. Андрей Танаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с Акимом Карагандинской области Ирланом Кушановым. Во время встречи главе государства было доложено об основных социально-экономических показателях области по итогам 2018 года и дальнейших перспективах развития. Несмотря на принимаемые усилия, экологическая ситуация в Тимиртау по-прежнему остается сложной. На встрече с Акимом Карагандинской области глава государства отдельно становился на состоянии экологии в городе Металлургов. Карагандинская область имеет большую территорию. Есть вопрос по экологической обстановке в Тимиртау, и эта проблема заботит многих. В Сатпаеве нами ранее было принято решение о переселении нескольких поселков. Там будет налажена добыча меди. Все вопросы были урегулированы, но работа идет медленно. В свою очередь Аким Карагандинской области проинформировал президента о предпринимаемых мерах по реализации поручений, озвученных в послании народу Казахстана. Ваше поручение по повышению размера заработной платы поддержано всеми организациями области. Это позволило с 1 января текущего года повысить доходы более 220 тысячам работников до 14%. Кроме того, на 5-11% будут снижены тарифы на основные коммунальные услуги. В завершении Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, в том числе по вопросам застройки Караганды. Депутаты мажориста парламента на пленарном заседании одобрили постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Серика Сапиева. И сегодня же стало известно, что прославленный спортсмен назначен председателем комитета по делам спорта, физической культуры, Министерства культуры и спорта. Представление о досрочном прекращении полномочий депутата в мажорист парламента внес член Центральной избирательной комиссии Бахыт Мелдешев. Депутаты проголосовали за принятие соответствующего постановления. Результаты на экран. Постановление принято. Решение принято. Уважаемый Серег Жумангалевич, выражаем вам благодарность за совместную работу в парламенте от имени всего депутатского корпуса. Желаем вам также успехов на новой должности на госслужбе. В свою очередь Серик Сапиев поблагодарил парламент за опыт и заверил, что продолжит работу во благо процветания страны и развития общества. Уважаемый Нурлан Зарулаевич, каждого из вас, уважаемые коллеги, за советы, за поддержку, за тот неоценимый опыт, который я приобрел здесь, в мажористе парламента. Я думаю, что мы и так же будем продолжать тесно работать с вами во благо процветания нашей страны и развития нашего общества. И в этот же день стало известно, что Серик Сапиев назначен председателем комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта. Уроженец города Абай Карагандинской области Серик Сапиев – двукратный чемпион мира по боксу, чемпион Олимпийских игр 2012 года, а также обладатель Кубка Вэлла Баркера. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Полномочиями депутата Казахстанского парламента Серик Сапиев был наделен в феврале 2017 года. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Писатель Серик Сагантаев встретился с творческой молодежью Караганды. Участники встречи обсудили проблемы современной литературы и пути их решения. Чего ждать молодым литераторам от года молодежи? Серик Саганта и другие гости всячески пытались ответить на этот вопрос. Они надеются, что этот год не ограничится дежурными мероприятиями. По их словам, творческое общество нуждается в конкретных проектах, которые помогут раскрыть настоящие таланты. Карагандинский филиал Союза писателей Казахстана всецело поддерживает политику нашего президента. В рамках его послания, статьи «Семь грани великой степи», а также «Года молодежи» мы решили организовать данный вечер. В своем кругу мы обсудили все проблемы, которые сейчас имеются. Надеемся, что этот год станет плодотворным для нас и мы добьемся хороших результатов. В мероприятии также выступили юные таланты города. Одним из них стал Сункар Айдос. Он является студентом колледжа искусств имени Татимбета. Сункар хоть и учится на актера, но в то же время увлекается поэзией. По его словам, он вырос на творчестве Серика Сагентая. На вечере он выступил с произведениями «Карга» и «Фаникус». Я очень рад, что имею возможность выступать сегодня перед людьми, которых я очень уважаю. Я получаю большое удовольствие от подобных мероприятий. Конечно, как и всегда, вначале были волнения, но надеюсь, что слушателям понравилось. Я считаю, что нынешнее поколение умное и стоит того, чтобы на них возлагали надежду. Серик Сагентай в своих словах отметил необходимость создания областного литературного совета молодежи. Также в ближайшем будущем планируется выпуск сборника произведений молодых писателей и поэтов. Мульдир Нурланг-Зе, Айдын Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. «Путь Сенсея». Под таким названием открылась выставка в Историко-Краеведческом музее. Экспозиция посвящена заслуженному тренеру Республики Казахстан Валерию Калинину. На ней представлены личные вещи выдающегося спортсмена. Валерий Калинин внес значительный вклад в развитие спорта в Карагандинской области. Выставка «Путь Сенсея» показывает все важные моменты жизнедеятельности Валерия Калинина. Зрителям были представлены фотографии, спортивные кубки и награды спортсмена. В 25 лет Валерий Калинин стал обладателем черного пояса, первого дана, что дало ему право самостоятельно заниматься тренерской работой, воспитанием своих учеников. Валерий Калинин занимался не только физическим развитием детей, но и их духовным воспитанием. Главная цель мероприятия – познакомить подрастающее поколение именно с той изгибаемой волей и с твердым характером, которым обладал Валерий Васильевич. И он не только состоялся именно в спорте, в карате, в самбо и в других боевых искусствах, но и он именно тот человек, который оставил за собой именно тех учеников, таких вот как Аушев, Салмина и многие другие. И сегодня мы открываем выставку «Путь Санцея», потому что это действительно большой путь, который он прошел. Выставка организована с целью приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни. В ее организации приложила немалые усилия. Это дочь Валерия Калинина – Светлана. Она является достойной продолжательницей дела своего отца. На сегодняшний день Светлана тренирует детей по карате в областной спортивной школе единоборств. К слову, выставка не ограничилась представленными личными вещами спортсмена и продолжилась вечером памяти. Про Валерия Васильевича Калинина можно говорить, конечно, многое. Он из той плеяды карагандийских каратистов, которые начали заниматься еще в 80-х годах, ходил в знаменитую школу Георгия Лутошкина, не бросил этот вид спорта, хотя он занимался, конечно, и другими направлениями, помимо карате. Но в душе у него оставалось именно карате. До последнего дня в душе карате. Стоит отметить, что Валерий Калинин был не только успешным тренером, но и справедливым судьей. В этом качестве он принимал участие в международных турнирах по карате-до. Жизнь сенсея трагически оборвалась 7 июля 2015 года в городском парке, где он проводил свою последнюю тренировку. И еще об одном. Уверенная победа Сарарки. Первый матч выездной серии карагандинский хоккейный клуб провел в Воронеже против местного Бурана. Несмотря на все усилия хозяев льда, встреча закончилась со счетом 1-4 в пользу Сарарки. С первых минут матча карагандинские хоккеисты взяли игру под свой контроль. Первая шайба в ворота хозяев была заброшена уже на шестой минуте. Ее автором стал Артур Сарваров. А в середине периода Вадим Зеленков удвоил преимущество Сарарки. Стартовый отрезок матча шел под диктовку карагандинцев, но еще до перерыва хозяева отыграли одну шайбу. 1-2. Во второй 20-ти минутке рисунок игры не изменился. Гости продолжали владеть инициативой и еще дважды смогли огорчить галкипера Бурана. Заброшенными шайбами отличились Станислав Бутузов и Айрат Зиязов. 1-4. В третьем периоде хозяева льда немного выровняли игру, создали ряд опасных моментов, но на последнем рубеже карагандинцев надежно действовал Эдуард Рейзвих. 1-4. Уверенная победа Сарарки. Скажу, что сегодня с нашей стороны было хорошее движение, хорошее катание. Мы, считай, владели инициативой, пришли все в матче, создали ряд множественных моментов. Что-то удалось реализовать, что-то нет. Сегодня дали сыграть многим другим игрокам, сделали ротацию, стали проверить других игроков. Ребята неплохо сыграли. Видно, что там можно опереться дальше. Ребята, болеющие встал, увидели в следующий год. Следующий матч Сарарка проведет 31 января в Рязани с одноименным хоккейным клубом. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова